Обход инфекционной больницы номер 2 глава курорта начал с приемного отделения. Там и встретил маленького пациента из Омска. Свои каникулы мальчику придется провести на больничной койке. Скорее всего у ребенка кишечная инфекция. Раборатория большая. У нас так же не видишь, что не будет. Ну ничего, в надежных руках больница хорошая, специалисты тоже хорошие. Все у них есть, так что через время будет бегать, выздороветь. А все банальное несоблюдение правил личной гигиены. Именно это становится основной причиной кишечных инфекций, самого распространенного заболевания в летний период, особенно у детей. И море здесь, вопреки всеобщему мнению, на этот раз абсолютно ни при чем. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, об этом говорят врачи. Мы в ладах, судьи. А что? Мы все купаемся, мы все облетаем, я с ребенком каждый день в ладах. Это иногда личным гигиенам несоблюдение. Это самое главное, да? Конечно. А как нам сделать так, чтобы соблюдали? Мы их так уже на пляжах объявляем, всевозможные памятки раздаем. Может быть, что еще нужно сделать? Может, встречать самолеты? Ну а пока власти думают над профилактикой, врачи продолжают лечить. Сегодня инфекционная больница, она рассчитана на 300 коек, заполнена на 80%. Между тем, вопреки слухам, распространенном в интернете, медицинское учреждение работает в штатном режиме и без авралов. Отдыхающих у нас большое количество. Естественно, летом повысилось количество инфекционных заболеваний. В основном это воздушно-капельным путем. А то, что касается отравления пищевыми, то по сравнению даже с прошлым годом идет снижение. А то, что касается заболеваний от плохого моря, их вообще нет. Это нам было приятно еще раз услышать от специалистов. Во многом держать ситуацию под контролем удается благодаря современному оборудованию и высококвалифицированным специалистам. Последних привлекли со всей России. Надежда Дубовицкая, к примеру, приехала из Саратова по государственной программе «Земский доктор». За работу в сельской местности, а инфекционная больница номер 2 располагается в селе Ордынка, ей дали миллион рублей. Перед Олимпиадой приехала, посмотрела, мне очень понравилось. Я сюда приехала работать. А так, все современное оборудование, все у нас в действии, хорошая лаборатория диагностическая. У нас в Саратове такой лаборатории не было. А это хороший бонус, говорит Надежда Дубовицкая. Ведь она занимается научной деятельностью, пишет диссертацию. Всего же по программе «Земский доктор» в инфекционной больнице работают 35 специалистов. Но это отнюдь не единственное, чем мотивирует власти медицинский персонал. Так, по городской программе сочинские врачи получили больше 150 квартир. Гелена Всецна, телекомпания ФКТ.